И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». А сейчас мы звоним в Литву, литовскому политологу Анжию Пухште, и он – доцент университета имени Витаутаса Великого. Господин Пухште, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, вот в конце прошлого года и в начале этого года мы пытаемся понять, что же будет происходить в этом году в мире, в Европе, не знаю, в Америке, какие основные тренды, тенденции мы будем наблюдать в этом году. И поэтому прямо вот сразу вам этот вопрос и адресую, как вам видится, каким будет этот год. Ну, а потом, походу, буду уже подбрасывать вам вопросы. Ну что ж, начало года, наверное, согласитесь, что всюду в мире довольно-таки сложное. Потому что локдаун, закрытие, эпидемия, конечно, где-то первая маленькая ласточка с процессом вакцинации, она тут как бы приносит нам некоторые надежды, на что вернемся мы к этой прежней жизни, но это еще не политологическим термином будет сказано, еще все вилами писано. Ну, конечно, процессы, которые глобальные, политические, которые были и происходят в мире, ну, кроме эпидемии, они, конечно, идут своим чередом, но все остановилось, договоримся давайте, что все идет в замедленном темпе, и эта пандемия, эта ситуация, что мы в основном сконцентрированы на медицинской системе, на том, как остановить эпидемию. Она ведь актуальна для всех континентов и для всех стран. Ну, конечно, экономический кризис неизбежен, конечно, все мы упадем в более или меньше экономическую яму, это как бы неизбежная ситуация, но, конечно, этот, как бы, кризис, он будет у каждого по-разному. Я думаю, что уж так природа и экономика и глобальная политика так уже сконструированы, что тот, кто был силен, он еще более, наверное, станет сильным. Кто имел какие-то хлопоты до эпидемии, конечно, эти все проблемы, они еще более будут проакцентированы, и их, наверное, будет ждать еще более глубокий кризис, чем до сих пор. Так что тут, я думаю, будет много разных неприятных сюрпризов, к сожалению. Так что тут, как бы, хороших новостей, ну, почти нету. И надо реальности смотреть прямо в глаза, что экономический кризис и проблемы, которые нам принесет вот этот наш долгий локдаун и эпидемия, это, конечно, все это и будет иметь влияние на сей год и на следующий тоже. Господин Пукшта, вот, если позволите, в этом году изменится, похоже, изменится руководство Германии. И очень многие долгие годы связывали, ну, если хотите, стабильность Европейского Союза с Ангелой Меркель. Вот, как вы думаете, что и как будет выглядеть Европейский Союз в этом году, насколько восстановится прежнее единство, потому что мы видели, что все-таки вот эта теория, я не хочу сказать Европы двух скоростей, но может быть даже и так, она все-таки реализовывалась так или иначе, мы увидели, что одни страны объединились в такие определенные коалиции, другие в другие коалиции. То есть мы увидели, что Европейский Союз, ну, немножко так вначале попрятался по своим странам, когда границы были закрыты, а потом все-таки стал объединяться все-таки по интересам. Вот интересные такие были тенденции, да. Вот. Теперь в этом году еще и Меркель уходит. И в этом смысле, насколько Европейский Союз справится со многими вызовами, которые перед ним стоят. Потому что, ну, для вас это тоже очень-очень важная ситуация на самом-то деле. Ну, во-первых, спешу ответить на ваш вопрос. Не дальше, чем позавчера, состоялись выборы нового председателя партии ЦДУ, с которой было связано много лет и теперь связана Ангеля Меркель. Еще результаты выборов на должность шефа ЦДУ не утверждены, но мы уже знаем фамилию нового председателя. И на днях это еще Совет Партии должен утвердить, и это один из самых, как бы, реальных кандидатов на канцлера Германии в сентябре текущего года. Потому что на сей день все опросы общественного мнения подсказывают нам, что, однако, ЦДУ останется самой большой и ведущей партией в Германии. Там, как бы, слишком больших переворотов и перемен в ЦДУ не намечается. Выиграла центро правое крыло, центр выиграл, который, как бы, гарантирует продлевание и развитие политики Ангели Меркель не тоже политики интеграции Евросоюза. Так что здесь, как бы, больших перемен, наверное, таки не будет, а будет более, чем гарантирована стабильность. Говоря о Евросоюзе, тут как раз, я думаю, есть кое-какие хорошие новости, потому что новая председатель Евросоюза Урсула фон Денлайн довольно-таки удачно начала исполнять свою должность и весной этого года, когда в мае-июне, когда немножко карантин смягчился, на заседании Еврокомиссии, тоже на заседании, на саммите глав государств Евросоюза был утвержден тоже бюджет на следующие шесть лет или, другими словами говоря, новая финансовая перспектива на ближайшие шесть лет. Там тоже уже, потому что эта перспектива была начата подготовливаться, подготовка к этой новой финансовой перспективе началась в феврале и в марте уже, когда пандемия раскручивалась, так что был создан огромный стабилизационный фонд, так что тут как бы новая экономика Евросоюза имеет кое-какую финансовую подушку, если можно так сказать, на этот экономический кризис, и я думаю, что это довольно-таки настраивает оптимистически, что если будет упадок, а он, конечно, какой-то будет, но тут вот Еврокомиссия, бюджет утвержден и в Европарламенте, однако финансовые гарантии, эти вот финансовые подушки под этот упадок экономический, как бы европейские институции подготовили. Там, конечно, были споры, и эти споры, я думаю, что они останутся более или менее. Конечно, бывает, что двух-трем странам нелегко договориться, а что же говорить, когда за стол переговоров цеплятся 26 стран. Ну, так я думаю, что кондиция Евросоюза, как бы тут нашим неприятелям бы не хотелось, я думаю, что она, однако, в неплохом состоянии, и что Евросоюз, утверждая вот этот новый бюджет и механизм, это был утвержден так называемый фонд стабильности, так вот, благодаря этому фонду стабильности, я думаю, что Евросоюз, ну, как-то пройдет через этот экономический кризис с довольно-таки поднятой головой. Вопросы безопасности в Европейском Союзе за последние годы, за годы правления в Америке Трампа стояли очень активно и актуально и жестко. Ну, говорили о разных вещах. Меркель начала с того, что мы не можем больше опираться на Штаты, Макрон призывал создавать свою европейскую армию и многое другое. Сейчас снова вернулся Байден. Означает ли это, что Европейский Союз с точки зрения безопасности может теперь вздохнуть спокойно и сказать, что все будет так, как было до Трампа, все войдет в привычную колею, и снова вот можно уже ни о чем не беспокоиться, и, собственно говоря, вот и НАТО будет финансироваться как нужно, и вот Штаты снова становятся надежным союзником с точки зрения безопасности Европейского Союза? Или все-таки все будет не так просто? Знаете, никогда не бывает все так, как было. Проходит 2-3 года, уже такая же колея не повторяется. Я думаю, что время идет вперед, и новые вызовы, и новые колеи через каждые 2-3 года очень-очень ясно вырисовываются. Я думаю, конечно, тут нет такой волшебной палочки, что вот 20-го числа Байден начинает свою каденцию в Вашингтоне, и все тут как бы как рукой сняло. Я думаю, что, во-первых, Байден, который это время должен сконцентрироваться на внутренней политике страны. Ему надо будет исцелить страну, как бы сделать какой-то такой ресет и как бы заново посмотреть на будущее и на сегодняшний день Соединенных Штатов. Но, как бы ни было, однако, я думаю, что оптимизма на линии евро-американских отношений я думаю, что очень много, и я думаю, что тут все равно будет позитивная повестка. В основном, я думаю, эта позитивная повестка будет связываться с тем, чтобы сохранить и развивать НАТО и эти прежние проекты, которые были в Североатлантическом блоке. Ну, тут снова же таки, как сказать, махая ручкой президенту Трампу, но, однако, будем тоже, давайте видеть, что тут в контексте НАТО ничего же он тут такого плохого не наделал, если говорить о американском контингенте в Европе и о финансировании НАТО, и о американском сотрудничестве с НАТО, с отдельными странами, но тут, давайте будем откровенны, как бы тут, я думаю, что он может, делал какие-то заявления, какие-то неосторожные интервью, но в самом деле, я думаю, что американская политика, если что касается НАТО и американского присутствия в Европе, она слишком не поменялась, так что я думаю, что здесь будет продолжение этой политики, но и, конечно, больше сотрудничества ожидают лидеры западноевропейских стран и восточноевропейских стран с Джоей Байденом. Это даже может не столько касается с Европой, сколько вообще, наверное, весь мир ожидает более активной зарубежной политики Байдена, потому что Трамп заявлял, и хоть он не до конца реализировал, но его активность в зарубежной политике, однако, была ограничена, тут нечего лукавить. Господин Пукшта, вот многие говорили, что Европа и страны Европейского Союза окажутся в ближайшее время перед сложным выбором, потому что и выбор этот будет между США и Китаем. А вот насколько вы чувствуете, что действительно сегодня это проблема для Европейского Союза, и действительно ли странам Европейского Союза придется выбирать? Или, может быть, это все решится, как всегда? Нет, я спешу вам ответить на ваш вопрос, тут, конечно, не будет вопрос или Китай, или США, упаси Господи, это все равно, давайте будем откровен. Это будет, я думаю, что это будет согласовано с США, насколько Европа сотрудничает с Китаем, насколько Европа, Евросоюз впускает китайские инвестиции на территорию Евросоюза. Это, я думаю, что так вопрос, однако, не стоит, что или Америка, или Китай. Конечно, Америка. Америка и будут какие-то договора, как сотрудничать с Китаем, какую общую политику проводить насчет Китая. Так что я думаю, что тут вопрос так остро не будет стоять. Это будет общий вопрос, как США и Евросоюз, США и Евросоюзу сотрудничать с Китаем. Еще одна тема, это, конечно, Россия. Вот некоторые российские аналитики опубликовали ряд статей, в которых они говорят, что концептуально Россия расходится с Западом и разворачивается в Азию. Несколько раз от нескольких таких известных российских аналитиков эта тема звучала. Вот как вам представляется, как будут развиваться взаимоотношения между Евросоюзом или, если хотите, каким-то коллективным Западом и Россией? И как вот на ваших глазах, меняется ли сейчас отношение к России? В какую сторону? Как вы видите? Как вам видно из Литвы, как какая-то судьба или будущее России? Вот очень интересно. Ну, я думаю, что Россия не развернется спиной к Европе. Это как бы, знаете, все равно с точки зрения, с российской точки зрения Евросоюз, как худ он не был, если кто-то так даже и думает, я думаю, все равно Евросоюз, смотря из России, из Москвы или из Петербурга, он все равно является элитарным клубом. Может, этот клуб не такой уж большой, может, он где-то уже с какой-то стороны уже и ветхий делается, но все равно это элитарный клуб, в котором, если даже в его не впускают, но хочется в нем хотя бы немного побывать и с ним дружить. Так что я думаю, что интерес России, однако, быть более открытой к Европе, чем к Азии. Тем более, что мне кажется, что российские политические элиты, даже и сам Владимир Путин, посмотрел, что уже узнал и почувствовал, что его сотрудничество с Китаем невозможно на паритетных основах. Экономическая мощь Китая и финансовая мощь Китая растет гораздо быстрее, чем в России. Так что и тут, как бы, приходим к сути дела. Россия, как бы, и исторически на сей момент, и на ближайшую перспективу, она, как бы, обращена на сотрудничество с Западом, с Европой и Соединенными Штатами. Европа и Соединенные Штаты, думаю, что тоже не хотят совсем отвернуться от России, но я думаю, что особенно администрация Джои Байдена поставит, однако, некоторые условия этого сотрудничества. А вначале, я даже думаю, это сотрудничество отодвинет на дальший план, и кое-какие условия и правила этого сотрудничества будут для российских лидеров, как бы, подсказанных, написанных и так далее. Литва всегда проводит и проводила активную внешнюю политику. В прошлом году мы увидели активизацию Литвы по, ну, если так позволите, на белорусском направлении. Вот мы с вами говорили о том, что происходит в Беларуси, вот, несколько месяцев назад. Сегодня можно обернуться и уже тоже посмотреть, чем же вот закончилась эта история в Беларуси, и закончилась ли история в Беларуси сейчас, останется ли Лукашенко, как вам это представляется? Потому что сейчас, в какой-то момент казалось, что будет победа оппозиционных сил, сейчас это уже из Киева, по крайней мере, так не кажется. Вот как вы оцениваете то, что происходит? Ну, я думаю, что еще ясно, что ничего не ясно на Беларуси. Я думаю, все равно еще температура протеста довольно-таки высока. И это даже можно чувствовать по интервью, по высказываниям Лукашенко, потому что видно, что у президента Лукашенко уже нервы не держат. Он нервничает, его шутки очень такие даже бывают некорректные, и высказывания очень такие недалеко уходящие вперед. Вот совсем он тут недавно, 2-3 дня назад говорил, что он не видит будущего у интернета, что интернет загнется, что вернемся к бумажной книге, к телевизору. Ну, это, конечно, это очень такие, как бы, ну, несерьезные размышления. Так что, я думаю, он даже сам имеет в своей голове то, что, однако, ситуация далеко еще не успокоилась. Международная ситуация тоже как будто может поменяться, хоть не крепко, вот и в контексте вот этого нового евроатлантического сотрудничества может поменяться на плюс для оппозиции. Россия тоже, не сказать, что слишком теперь сильна и политически, и экономически. Так что хлопоту Лукашенко как бы, ну, хватает. Теперь, насколько вот это будет трансформация и насколько тоже Путин будет хотеть участвовать в этой трансформации, потому что были тоже такие, как бы, идеи и были тоже такие конструкты у политологов, что, может, Путин даже захочет кого-то поставить на место Лукашенко более, 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 как бы, сговорчивого, более современного, но который бы тоже был бы предан Матвею и Кремлю. Так что я думаю, тут еще, снова же таки скажу неполитологическим термином, бабка на двоих гадала. Ну, я еще бы не ставил бы точку, только большую запятую, что какая участь демократических реформ в Беларуси. Ну, и, конечно, поскольку Литва это всегда надежный союзник Украины, то каким этот год, который начался, будет для Литвы? Как вам представляется, чего вы ожидаете, каких перемен, каких вызовов, может быть, каких успехов? Это интересно. Знаете, которые я говорил в контексте Евросоюза, они все актуальны тоже для Литвы. У нас с декабря, середины декабря у нас новое правительство. Правительством руководит женщина Ингрида Шимунития, финансист, экономист, которая раньше была министром финансов и работала в Национальном банке Литвы. Нужно сказать, что если даже кто-то имел какой-то сцептицизм в начале, в первых днях января, что руль правительства в руках женщины, так вот кажется, на сей момент этот скептицизм развеялся. И вот по последним опросам, ее популярность очень огромная. Ее популярность очень огромная, конечно. Это избиратели авансом эту доверенность, доверие ей делегируют, потому что еще разве только что прошел один месяц, как она на своем посту. Но это радует, потому что нехватка политических лидеров, она теперь ведь в политике повсеместна. И вот, конечно, мы рады, что у руля правительства человек, который имеет энергичный 47 лет и с экономическим образованием. Так что вот это как бы настраивает оптимистически. Но, конечно, в течение года мы тут слишком хороших как бы новостей не ждем, потому что все равно пандемия, и даже если мы будем там к лету и выходить из локдауна, конечно, поднимется безработица, поднимутся цены. Это натуральное дело. Кризис, еще раз подчеркну, тут как бы неизбежен. Но вот то, что руль правительства в таких довольно-таки надежных руках, это нас радует. Другое дело, потому что я понимаю, что нас время торопит, это Литва постепенно, шаг за шагом, обеспечивает по мере возможности, идем вперед, энергетическую безопасность. Эта энергетическая безопасность, конечно, имеется в виду Россия, которая нас очень долго терроризовала, и даже и теперь еще бывает под стенку ставит на счет цен на газ, и даже на электричество. Но теперь за последние 5-6 лет произошла большая диверсификация энергетических источников. Литва по рынку электроэнергии уже подключена и с Польшей, еще там кое-какие работы проводятся с другими балтийскими странами, но также со Швецией уже проложен кабель по дну Балтийского моря. Это, конечно, благодаря большой дотации с Евросоюза. Тоже работают наши политики и бюрократы очень много, чтобы создать общий рынок электроэнергии с балтийскими странами и с Польшей, также и со скандинавскими странами. Также покупаем газ уже далеко не только от России. У нас в Клайпеде, в нашем хотя бы и небольшом, но порту на Балтийском море есть тоже газовый терминал, очень много инвестируется в так называемую зеленую энергию, тут дотации с Евросоюза, ветровую тоже энергию, я тут хотел бы подчеркнуть особенно. Так что вот эта диверсификация энергетического рынка, конечно, это очень огромная работа. И вот, слава богу, что этот процесс, несмотря на смену правительства, несмотря на смену президентов, этот вопрос был приоритетным, и наше правительство все время это подталкивает вперед. Вот раз уж вы заговорили об энергетической диверсификации, для Украины это тоже очень живая тема. Вот очень интересно, вот эта диверсификация энергетическая, введение такого рынка, как оно повлияло на стоимость газа, электроэнергии для людей, насколько граждане восприняли это легко, или наоборот, это был очень тяжелый процесс и остается тяжелым процессом, потому что для Украины это очень важный животрепещущий вопрос. Ну, я вам не скажу, что это два раза или три раза уменьшилось. Это уменьшилось совсем немного, там, не знаю, может на 10-5 процентов, но цены пока не стабильные. Это как бы вот единственное, что цены не растут, а даже где-то там на пару 2-3 процента уменьшаются. И тут очень теперь большая дискуссия во всем Евросоюзе, как будет делать диверсификацию энергетических источников, как тоже инвестировать в панельные дома, чтобы меньше платить за отопление. Я думаю, что вот эти все вопросы, не скажу, что это все у нас продвинулось, что два раза или три раза меньше платим. Конечно, кто уже купил новые квартиры или сделал какую-то реновацию, это тогда гораздо меньше. Но какой-то очень конкретный шаг, однако, он виден. Ну и даже по карману. Даже по карману, но тоже это как бы гарант, что вот за месяц или за два может наша вся система перевернуться, что «Газпром» поднимет цены на 60% или на 40%. Было одно время, что Литва платила дороже за газ, чем Германия. Это мы как бы свою тут платили за свои политические убеждения. Ну, конечно, теперь вот эти такие уже фокусы уже у нас не пройдут. Потому что если не с одного источника, тогда с другого источника. В конце концов, есть ведь энергетическая биржа, в Евросоюзе есть конкуренты, каждый хочет продать подешевле. Так что, я думаю, есть, однако, большой прогресс в этих делах. Ну и, конечно, последний вопрос. Вот очень негативно на многих людей в разных странах, и в том числе в странах Европейского Союза, повлияли вот эти вот локдауны. Где-то более сильные, где-то менее сильные. Мы увидели, как много протестов прокатилось по разным странам. Вот последнее время мы видели в Австрии, да, большой протест и так далее. Вот какие настроения в Литве у граждан, насколько вот очень, насколько сильно пандемия, локдауны все эти возможные и невозможные повлияли на общее какое-то настроение? Ну, я думаю, что, знаете, тут очень слишком хорошего настроения не может быть. Но я бы не сказал, чтобы в Литве, в Литве было бы какое-то протестное, огромное движение против, против карантина, против локдауна. Конечно, есть дискуссии даже между политиками, между людьми. Вот, например, у нас был период, что во время Нового года не можно было передвигаться из самоуправления в самоуправление. Даже если я, например, живя в Вильнюсе, уже не только что не мог поехать в Каунас по частным делам, по рабочим, да, но по частным нет, но даже вильнюсский район. Так что тут, конечно, было как бы дискуссии, но вот теперь чутку уже эта заболеваемость уже начала падать, но люди как бы и поняли, что вот это закрытие, вот это, что мы тут терпели, сидели дома во время Нового года, и даже Рождества, конечно, католического и православного тоже, что это, конечно, ну, дало, дало какой-то тоже и позитивный результат. Знаете, тут, конечно, психологическая ситуация, все люди на грани этого всего. Я думаю, что самое главное, чтобы правительство, однако, ну, что ж мы можем сделать слишком тут и по вакцинации, по коронавирусу, я думаю, самое главное, чтобы правительство распределило очень конкретно, вот именно эти, снова же таки, не политологическое определение, дефиниция, финансовые подушки, чтобы вот особенно у которых был закрыт бизнес или кто работал даже на государственных, в государственных учреждениях, и где-то он там, может, утерпел. Вот я думаю, что вот система компенсаций, даже не знаю, какого-то отложения сплаты кредитов, отложения сплаты за коммунальные услуги, но особенно компенсации пособия по безработице, я думаю, вот это очень важные, эти все социальные гарантии. Вот мы как бы думаем, что не только мы, но все снова думаем о роли государства. Я думаю, что мы как-то до карантина нам даже не было, когда размышлять о роли государства, о роли государственных институций. А теперь карантин нам показал, что вот роль государства, государственных институций, роль социальной политики, роль социальных пособий, как оно велико. Все равно, даже если кто-то имеет много денег и может пользоваться частной медициной, но, однако, это основная государственная медицина и медицинские учреждения, как они важны и как важно, чтобы они функционировали без перерыва и были доступны всем гражданам каждого государства. Господин Фукшта, спасибо вам огромное за то, что вы нашли для нас время. Я тоже благодарю. Имею надежду, что в следующий раз будет более позитивных и веселых новостей. Да, спасибо огромное. Анжей Пухшта был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень признательны. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другу и партнеру, медицинскому центру Бризма. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова